Ветеран Великой Отечественной Анастасия Дударь не нарадуется обновке. Изгородь на участке заиграла новыми красками. Активисты придали забору ярко-синий оттенок. Четыре кисочки и пару часов работы. Результат налицо. Они никогда не будут забыты. Мы всегда будем помнить их. Хоть это небольшая работа, которую мы можем для них сделать, но это хоть какой-то вклад в их жизнь и в их благополучие. На первом переезде волонтеры трудятся в огороде. Студенты лесотехнического колледжа помогают Александре Рынейской. Вскапываем землю, готовим к посадке. Вскоре здесь вырастет картофель. Я очень рада, очень довольна, что помогают простарелым людям. На дворе трава, на траве дрова. Активисты БРСМ помогли пенсионерке сложить поленья. Одно к одному. Запаса хватит минимум на три месяца. В акции «Мы помогаем пожелым людям» я уже не первый раз. Понимаешь, что ты делаешь небольшую радость пенсионерам. Если ветеран не идет на парад, то парад идет к ветерану. Сейчас идут последние приготовления. Жители этих домов ничего не подозревают. Солдаты, прапорщики, офицеры чеканят шаг. Ритм задает оркестр военной комендатуры. Семен Серебряников наблюдает за происходящим. На мундире с десяток наград. Орден Красной Звезды. Медаль за отвагу. Понравилось. Я не ожидал. Я в «Ракетном полку» бываю часто. Вот книги. Я написал шесть книг о воспоминаниях ветеранов. Для нас была честь провести для него лично парад. И в лице уже Семена Замановича поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Зинаиду Бестужеву навестили депутаты Палаты представителей. Подарили юбилейную медаль, открытку и цветы. Возвращаем вам юбилейную медаль 75 год Пирамоги Великой Отечественной войне. Пожалуйста. Медаль удостоверения. Желаю прежде всего крепкого здоровья. Держитесь, крепитесь. Спасибо. Живите долго. Счастливо. Во время войны женщина работала на Архангельском заводе. На предприятии штамповали детали для танков, зенитных комплексов. Победу 45-го труженица тыла встретила за станком. Гордость и радость, чтобы меня не забыли ничего. Михаил Волчек при параде. Ветеран Великой Отечественной ждет гостей. Фронтовые фото воспоминания о боевых товарищах. Подростком готовил бутылки с зажигательной смесью. Сражался в тылу врага. Собирал сводки. 9 мая 45-го встретил в Бобруйске. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. С праздником. Крепкого здоровья. Был вам получше. Юбилейная медаль к 75-летию победы появилась и на кителе Ивана Бычкова. Когда немцы оккупировали Могилев, ему было 13. Всего за месяц получил специальность разведчика и попал в состав стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Позже храбрый солдат участвовал в шторме Кёнисберга. Такого высокого жизненного уровня наш народ не видел, как сейчас. В доме Бориса Мозулевского тоже праздник. Красные гвоздики, подарки, памятный калаш. Вот фотографии, которые вы где воевали и вплоть до теперешнего времени. 8 февраля 45-го в бою за Фраунбург сержант Мозулевский ворвался в тыл противника. Рукопашная схватка стоила жизни двух гитлеровцев. За проявленную в бою доблесть и мужество получил медаль за отвагу. О нас люди знают, о нас люди помнят. И руководство, руководство нашего Бавруйского, нашего прекрасного города. Еще один презент преподнесли Илье Могильченко. Во время встречи с руководством города дочка посетовала. Ухаживать за парализованным ветераном сложно. Нужна кровать с подъемником. Вопрос решили в течение нескольких часов. Это не то, что важно. Это наш долг. Долг перед нашим уважаемым ветераном. Долг перед самим собой. Лучше добрые дела делать сразу. Я не ожидал, что так быстро все я делюсь. Очень хорошо. Спасибо. Свидетелей войны в Бавруйске сегодня лишь 105. Никто не забыт. Ничто не забыто. Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Владимир Гребеневич, Мария Береснеевич, Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.